Евангелие повествует нам Увидев же я многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им Порождение ехиднины, или порождение змей Кто гнушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния И не вдумайте говорить о себе, отец у нас Авраам Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Уже и секира при корне деревьев лежит И всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил Порождение ехиднины, мы читаем в другое Евангелие Кто внушил вам опять-таки бежать от будущего гнева? И в продолжение он сказал им в ответ У кого две одежды, отвечая на вопрос народа, что же нам делать? Обратите внимание, что же нам делать? В иудаизме понятие делать и верить синонимичны Слово «дело» и слово «слово» на иврите это одно и то же слово И он отвечает им У кого две одежды, тот отдай неимущему И у кого есть пища, делай тоже Пришли и мытари креститься И сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам Спрашивали его и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием Давайте для начала попытаемся перенестись 2000 лет назад И посмотрим, как еврейские религиозные власти реагировали на происходящее Существовали три стадии Для того, чтобы выяснить, является ли новое религиозное или политическое движение Опасным для власть придержащих, соответственно, светской власти Если это касалось царского достоинства Или религиозной власти Если с точки зрения Синедриона Происходили события, которые могли покушаться на религиозную власть Три стадии были следующими Первая стадия Это когда разносились какие-то слухи о новом движении Необходимо было послать своих посланников, будь то фарисеи или саддуки Они не имели права ничего делать Они не имели права даже задавать вопросы Они могли просто прийти и наблюдать Вторая стадия подразумевала, что ежели движение признано более или менее значительным То есть, либо заслуживающим уважения, либо внушающим опасения То тогда посылалась вторая делегация, которая должна была задавать вопросы Но ни в коем случае не вступать нарекания Отсюда, что же нам делать? А как нам поступать? Что мы должны предпринять? Обратите внимание, никто не спорит с Иисусом Когда он нам говорит Не берите себе то, что не принадлежит вам Просто задаются вопросы Если же по прошествии времени и по выставлению этих вопросов Синедрион или религиозный совет находил, что вопросы действительно опасны Тогда уже только на третьей, последней стадии Посылалась делегация из известных и внушающих доверие учителей веры И они вступали в спор с так называемым бунтовщиком Мы здесь с вами находимся только на первой стадии Именно здесь, на той реке, которая позади меня Это Иордан И это место считается традиционным местом крещения нашего Господа Иисуса Если кого-нибудь будет интересно То на этом месте крестился и я в свое время И моя жена Но, естественно, тогда об этом еще никто не знал И вот то, что мы видим Я хочу, может быть, сказать пару слов На картинах очень часто рисуют и Иордан подобные волки Или Миссисипи, или Амазонки Причем бурные воды, огромные деревья Ничего этого не было Господь Бог избрал немощное и незначительное миро сего Чтобы показать свое величие Понятно, что если бы я, не дай Бог, был бы Господом Богом Я бы избрал и огромную страну, и огромную реку И людей, наверное, не чита Моисею, у которого были проблемы с речью Или другим героем Библии, как, скажем, тот же Гидеон Но Господь Бог решает, что именно при помощи немощных И именно при помощи земли Израиля Которой нет ни нефти, ни газа, ни воды, в общем-то говоря Он именно из этой земли приводит спасителя Так вот, река Иордан Сейчас февраль месяц Солнце Но это, пожалуй, период наибольшего разлива этой реки Трудно себе представить, что здесь будет намного больше воды Вот так То, что незначительно в глазах людей, может быть значительно в глазах Господа Бога Итак, мы с вами находимся на первой стадии И мы видим, Иоанн видит, что к нему приходят и сфарисеев, и саддукеев на омовение Он указывает им, кто же внушил вам бежать от праведного гнева Или кто внушил вам бежать как бы из огня У Равинов попытка бежать из огня считается самым низким признаком определения разумности какого-либо животного Чисто инстинктивно Поэтому Иоанн, зная это, зная учения Равинов, не говорит Я понимаю, что вы бежите Он говорит, кто вам внушил То есть вы и находитесь на еще более низкой стадии, чем разумное животное, которое само по себе бежит от огня А вам, видимо, кто-то еще и внушил Как бы указывая им, что для того, чтобы действительно иметь право омыть свои одежды Или покаявшись, креститься надо все-таки сначала покаявшись И надо покаяться И надо все-таки сначала очистить свою душу И Он говорит им Сотворите достойный плод обращения Я хочу подчеркнуть это слово, которое, в отличие от греческого метаноя, несет в себе несколько другие оттенки Представьте себе человека, который стоит на одном месте Он родился Он родился человеком И он начинает поворачиваться спиной к Господу Богу, постоянно удаляясь от Него по пути греха Он идет, удаляется, удаляется и удаляется И в какой-то момент Господь Бог останавливает его Остановиться в движении греху недостаточно Потому что эта застывшая поза не называется спасением Просто не грешить ничего не решает Так вот, на иврите покаянием или хазарабе чува Или обращение, или разворот на 180 градусов И называется процессом, то что на русском языке называется покаянием А на иврите это называется обращение или разворот на 180 градусов И этого недостаточно Потому что вслед за этим начинается движение по возвращению к Господу Богу Таким образом, Иоанн как бы говорит им Вы должны обратиться Не просто остановиться и признать Господи, я каюсь К сожалению, огромное количество верующих застывает в этом положении Признавшись, что они грешники Но никогда не разворачиваясь И не едя, не возвращаясь Что значит термин покаян Не возвращаясь к Господу Богу Иоанн как бы намекает Дорогие мои, признание власти Господа Бога ничего не значит Если вы не отдаете, как мы позднее узнаем из Писаний Тела свои, жизнь свою, жертву святую и богоугодную Что предполагает разворот и движение Постоянное движение по возвращению к своим собственным истокам К состоянию невинности Где Иисус является ориентиром Где Иисус является залогом возвращения в небесное царство Это то, что говорит им Иоанн Истинность совершаемого раскаяния Говорится, например, в Писикте Определяется делами человека И она приходит к такому заключению На основании слов из книги пророка Иоанн И увидел Бог дела их Ни вретища их, ни пост их Ни колено преклоненные Ни красивые слова Ни красивые проповеди Ни знания на память 20-30 подряд глав Писания Ничего из этого Господь Бог в конечном итоге Обращает внимание на наши дела При условии, что они следуют из нашей веры Это краеугольный камень С моей точки зрения Нашей веры в Господа Ишуа Потому что в послании Якова говорится Что вера без дел мертва То есть ее просто нету Сатана в каком-то смысле слова Является не просто верующим Ему надо верить в Бога Он знает, что Бог есть Однако дел совершать не может Вера, не производящая дела, не вера Покаяние, не производящая дела, не покаяние Возвращение к Богу лишь только в намерении Без зримого возвращения К свидетельстве жизнью возвращением не является А без такого обращения Без такого покаяния Говорить о вере и о спасении Совершенно невозможно И не вздумайте говорить Продолжает Писание Сами в себе Что отец у нас Авраам Родство с Авраамом часто использовалось В аргументах евреев Как аргумент в поиске защиты у Бога Например, в Медраше Дворим Раба или Большое Второзаконие Именно так переводится Говорится Если о птице, у которой нет никаких заслуг предков Ты заботишься, то о нас, детях, друга твоего Авраама Не многим ли больше? Это предположение Евреев Медраж написанный во время жизни Иисуса Ведь говорю вам, что может Бог из этих вот камней Воздвигнуть детей Аврааму Продолжает Писание На иврите фраза содержит в себе Некоторую игру слов Аваним или Абаним Это камни Баним Это дети В Медраш Раба или в Большом Медраше Есть небольшой комментарий, который позволяет увидеть немаловажный аспект В словах Иоанна И сказал народ Израиля Всевышнему Владыка мира, ты же знаешь природу искушающего начала Которая тверда, как камень Как нам преодолеть ее? Ответил Всевышний Проходите, проходите в ворота Освобождайте дорогу народу Равняйте, равняйте путь Очищайте от камня Здесь слово ми-эвен От камня Напомним, что вен это сын Поднимите знамя для народа И сказал так же Я кроплю вас водой чистою И очиститесь вы от всей скверны вашей И от всех идолов ваших очищу вас И дам вам сердце новое И дух новый вложу в вас И удалю из плоти ваше сердце каменное И дам вам сердце из плоти И дух мой вложу в вас И сделаю, что законом моим следовать будете И уставы мои соблюдать будете И посеретесь на земле, которую дал я сам вашим И будете мне народом И буду я вам Богом И Господь очистит от камня Опять же, аммоним От камня и приблизит народ свой снова И будет Отец, Бог, а Израиль будет Сыном Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты перестают существовать Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать И заканчивается этот отрывок Евангелия словами Уже и топор лежит у корней деревьев И так всякое дерево, не производящее доброго плода Срубают и бросают в огонь Иными словами, он возвращается к началу Кто внушил вам бежать от гнева из огня Если вы не каетесь, то секира или топор, который лежит уже на готове И в каком-то смысле является оборотной стороной Царства Небесного уже здесь Как бы выдвигая перед бегущими альтернативу Либо вы со мной, либо вы против меня И не говорите, что у каждого еврея гарантировано место в Царстве Небесном По делам их узнают их Ваше обращение должно быть доказано вашими делами Это важно Потому что следующим потрясающим элементом истории Евангелия Будет крещение самого Господа Вот уж кому-то не надо было каяться Потому что каяться было не в чем Почему же он все-таки выбирает эту путь? Оставайтесь с нами И вы узнаете ответы на этот и многие другие вопросы Благословений вам! Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok